Дорогие друзья, начинаем наш ежедневный обзор рынка. Сегодня у нас 19 октября, четверг, вот я читаю передовицу, Surging Bound Yields are the stock market's biggest problem right now. То есть это говорит о том, что доходность по облигациям, которая растет у нас сейчас, является главной проблемой, которая стоит перед рынком сейчас. Это не инфляция, это не геополитика, это не сильный доллар, а это именно рост доходности по облигациям, которая по 10-летним облигациям вчера выросла до 4,9%, чуть-чуть недобрав до 5%, которые, наверное, будут являться ключевой точкой. Напоминаю, что рост доходности по 10-летним облигациям непосредственно влияет на процент, который покупатели домов платят по ипотеке. И сейчас этот процент, если вот, я не знаю, сильно что-то не изменилось, находится выше 8%, чего даже я, прожив в Америке достаточно длительное время, не помню. То есть, возможно, это было до того, как я приехал, или, возможно, было в начале того момента, когда я еще не был заинтересован в покупке домов. Поэтому это сейчас одна из важных проблем. Поэтому Федеральному резерву даже не нужно поднимать процентную ставку, поскольку рост доходности по облигациям, он сделает свое, как говорится, грязное дело и притупит покупательскую способность людей, и, соответственно, притушит инфляцию. Как я уже говорил, одной из главных составляющих инфляции сейчас это является стоимость аренды жилья, которая растет, потому что есть спрос на аренду, поскольку дома покупать сейчас люди не могут, и это нецелесообразно из-за высокой ставки по ипотеке. Поэтому Федеральный резерв, на самом деле, сейчас не знаю, что он может сделать, чтобы улучшить как-то ситуацию. Снижать процентную ставку он не может, но вот что многие сейчас говорят, Федеральный резерв должен поднять свою ставку, которую он таргетирует с 2% выше. Об этом говорят многие, потому что 2% они сейчас недостижимы, и в лучшем случае такая будет ставка в 2% по инфляции достигнута к 26-му году, поэтому сейчас самое время эти цифры пересмотреть. Поскольку в худшем случае, если Федеральный резерв будет действовать для того, чтобы эту инфляцию понизить, убивая сторону спроса, убивая как бы спрос, то это, конечно, приведет к рецессии, будет еще более худшей проблемой, чем является собой инфляция сейчас. Поэтому, а все это влияет на рынки, как я уже сказал, доходность вчера поднялась до 4,9% по десятилеткам, и негативно повлияло на акции. Допустим, если сильный ритейл, а репорт, который у нас вышел за день до того, повлиял в целом, при нем выросла доходность по облигациям, но выросли и акции. Выросли многие small cap компании, то вчера, при том, что никаких практически номеров не выходило, у нас акции упали, причем компании малой капитализации отдали практически все, и более того, что они сделали во вторник. Пару комментариев по поводу секторов. Опять же, как мы понимаем, сектор технологических компаний, быстрорастущих компаний при росте доходности находится под давлением, но вчера у нас произошел такой момент, который действительно добавит в рынок негатива. это то, что многие эксперты, аналитики сказали, что строительный сектор, который включает в себя как строительство частных домов, так и строительство инфраструктурных объектов, наверное, все-таки находится на своей заключительной фазе пика, что больше роста в нем ожидать нельзя, и это видно из прогнозов компаний. Поэтому вчера большинство строительных компаний и материалов упали. Туда можно включить компании, выпускающие строительные материалы, такие как ВМС, МЛМ, это у нас Асбес, Бетон, Цемент. Эти компании вчера существенно упали. Также упали вчера у нас, понятно, акции домостроительных компаний упали. Возьмем, например, МТХ, которая упала. Вчера, конечно, упали не так, но в целом весь сектор был такой в минусе, где-то от 2 до 5% акции упали. Ну и, конечно, упали строительные материалы. Такие компании, как магазины строительных материалов, например, БЛДР, Билдерс, вот компания упала на 5% вчера. Поэтому сейчас у нас наметилась новая слабость. Также мы видим слабость в компаниях, производящих стали прокат. Соответственно, это, в свою очередь, ослабит спрос на уголь. Поэтому сейчас, вот на самом деле, негде инвесторам спрятаться. Разве что может нефть. Так и нефть сегодня падает, смотрите, на 1,5%. То есть, что, в принципе, для рынка позитивно. Но и доходность давайте посмотрим, если мы взглянем на TLT. И доходность тоже сегодня у нас как бы растет. Растет, конечно, не так, наверное, как росла вчера. Но в целом тоже растет. Если мы посмотрим, наверное, сейчас мы этого не увидим. Десятилетние Бонды показывают вчерашнее закрытие. То есть, я думаю, Бонды растут. И где-то сейчас торгуется в районе 4,94%. Поэтому ситуация в рынке сейчас, прямо скажем, не очень хорошая. Поэтому в рынке сейчас единственный позитивный момент, который может быть, это квартальные отчеты. Но скажу вам следующее, что даже при хороших квартальных отчетах акции на них не очень, скажем так, хорошо и реагируют. Из вчерашних отчетов можно отметить слабость в отчете Морган Стэнли, которая является брокерской компанией. Понятно, инвестиционно-банковская деятельность падает сейчас. Акции компании упали почти что на 7%. А также вчера упали все без исключения авиалинии на плохом репорте от компании UAL, которая упала на 10%, потянув за собой все авиалинии, которые упали там до 4-5%. В это же самое время, понятно, падают авиалинии. Авиалинии, как объясняют, падают из-за событий в Израиле на Ближнем Востоке. Хотя в целом, я думаю, в Европу люди по-прежнему летают. Непонятно, как это может быть взаимосвязано. Упали тоже акции круизных компаний, которые, поскольку, чтобы до круиза долететь, нужно сесть на самолет. Вот поэтому, наверное, люди как-то сейчас и сезонный фактор уже сказывается. То есть, круизы тоже вчера упали там порядка 4-5% или даже больше. Поэтому, в целом, ситуация весьма и весьма такая сложная сейчас. И находить какие-то, скажем так, потенциально хорошие компании становится все тяжелее и тяжелее. Поэтому я сейчас главным образом смотрю на те компании, которые банально могут быть просто куплены фондами, скажем так, венчурными фондами в силу своей дешевисты, которые торгуются либо около своего буквелы, либо мы видим какую-то активность венчурных фондов по их покупке. То есть, на такие компании я обращаю внимание. Например, в частности, вот вчера была такая компания Armax. Это такой, ну, сайт по продаже. Ну, это компания, которая продает недвижимость. Ее там накапливают большими количествами акции. Находится около своего минимума. Пару дней назад тоже интерес представляла собой компания S&BR, которую тоже покупают и которая, к слову, вчера всего упала на 5 центов. Ну, и такие компании появляются время от времени. И, соответственно, на них нужно смотреть и выбирать из них те, которые действительно могут быть куплены или могут показать какой-то разворот. Поэтому сейчас у нас, понятное дело, очень много компаний, которые торгуются на своих минимумах. И есть компании, которые идут на пробой, скажем, 50-й или, скажем, или 200-й Moving Average, и эти компании заслуживают внимания на их шорт. Вот сейчас я вам попытаюсь показать кое-что из них. Поэтому сейчас вот the name of the game is, наверное, все-таки шорт. Поскольку вот шорты у нас, ну, падают, причем падают весьма существенно. Сейчас я вам покажу просто несколько акций. Вот, например, компания Sight. Это компании, которые пробивают свою среднюю скользящую. Желательно, ну, начинаем смотреть от 50-й и 200-й лучше всего. И эти компании начинают агрессивно падать. Причем начинают падать сильнее, чем падает рынок. То есть срабатывает, наверное, эффект свободного падения. Нету поддержки. И эти компании действительно падают. И падают очень сильно. Сейчас я вам покажу. Мы смотрим, где в этих компаниях есть какой-то саппорт. Пытаемся, как бы, посмотреть, где в них выставить заказ на покупку. Ну, вот, например, компания Sight, которая производит товары для домостроительного сектора, пробила вчера 200-ю Moving Average, чего она не делала очень длительное время. И, соответственно, у компании Low составляет порядка 90 с чем-то долларов. Поэтому есть куда падать. Вчера, к примеру, тоже свою 200-ю Moving Average пробила компания Roku, которая вот вчера упала на комментариях аналитика. Упала очень прилично на 9%. Она тоже вчера пробила свою 200-ю Moving Average. Поддержка у нее где-то в районе, наверное, 60-ти долларов следующая. Ну, и такие компании, например, как POWL, которая, скажем так, пробила вчера 50-ю Moving Average и закрылась на своем дневном минимуме. Нарисовала такую сильную свечу пробойную. И когда мы смотрим на эту акцию, которая за год поднялась и поднялась очень прилично, поднялась с 20-ти долларов, а сейчас она стоит 77, мы понимаем, что ей есть куда падать. Поэтому сейчас The Name of the Game Short, потому что покупая какие-то акции... Ну, вот я вчера купил акцию после квартального отчета. Я ее просто купил на квартальном отчете. Это компания SCL, которая показала попытку, по крайней мере, разворота. То есть у нее вчера был отчет, на нем она пошла наверх. В принципе, закрылась достаточно сильно. И в такой компании после отчета может быть разворот. Поэтому для разворота лучше всего, конечно, выбирать компании, хорошо отрепортовшие или, по крайней мере, получившие хорошую реакцию на свой квартальный отчет. Поэтому я думаю, что сейчас легче, конечно, шорты, чем покупать. Но, опять же, следим за квартальными отчетами, большинство из которых я все-таки слежу за плохими. За хорошими я тоже буду смотреть. Я их буду рекомендовать в канале «Торговля на квартальных отчетах», в «Лонг», то есть те компании, которые действительно показывают хорошие квартальные отчеты и, скажем так, находятся внизу. Поэтому в них велика вероятность потенциального разворота. Это, в принципе, все, что я хотел вам рассказать сегодня. С вами был Саймон Брагинский. Всем хорошего дня, до новых встреч и до свидания.